Еще в воскресенье вечером после первого теракта многие севастопольцы пришли на аллею городов-героев к памятному знаку Волгоград и зажгли в память о погибших десятке свечей. Уже утром стало известно о новом теракте, поэтому в понедельник севастопольцы собрались в Сиат-Владимирском соборе Херсонеса, где была отслужена панихида. На травмной службе присутствовали прихожане храма – казаки. Государственную администрацию представлял заместитель председателя Элимдар Ахтемов. Собравшиеся молились за души погибших. Просили Бога, чтобы дал сил поправиться находящимся в больницах. Болью в сердце отозвалась эта вещь, потому что наши города побратимы. Потому что совсем недавно большая делегация Севастополя была на праздновании 70-летия Сталинградской битвы. Многие из вас здесь стоящие атаманы казачьи были в Волгограде. Многое нас связывает, но прежде всего связывает нас вера. Вера Христова, вера православная. Я призываю вас сегодня всех молиться о душах усопших, убиенных людей, невинно убиенных в городе Волгограде. По последним данным Следственного комитета России, от взрывов на железнодорожном вокзале пострадал 61 человек, из которых 17 погибли. Во время второго теракта в троллейбусе там находился 41 человек. 14 получили смертельное ранение. Взрывные устройства активировали террористы-смертники. В ходе рождественских богослужений в Севастополе будут проведены и траурные службы в память о погибших. Олег Савченко, Екатерина Долгополова. Программа «Наше время».